ГОМЕЛЬ 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 Славянский базар – это самый лучший опыт и уражение в моем жизни. Я люблю Славянский базар в Витебске. Белорусская Ксения Галецкая у первый конкурсный день выступила 18-й. Песня на белорусской мове у сопровожения цимбала выкликала невероятно теплый прием витебской публики. С хваливанием перед выступлением Ксения справлялась с допомогой танцев и на сцене все отрималася. Публика, конечно, очень здоровая, очень теплый прием, несмотря на суровую погоду. Кажется, вроде бы все получилось, но я не знаю, я за собой не следила, я просто отдавала, как песни пояться от души, все зрителям, все эмоции, все движения. Они ждали меня, я ждала их, я пою для них, они меня слушают. Тем часам публика у зале перешептывалася, як склада на журе будя выбрать лепших. Усе дети неверогодно талиновитые. Моцный вокал выканауцы з Ирланды. Нумер с национальным колоритом у дельницы из Казахстана. Неверогодно низкие ноты представницы России. У журе дитячого конкурсу лядомые музыканты, продюсеры и выканауцы. На чале шведский спевак и композитор Босан. На Славянском базару в Витебску я не упершиню, да гэтуль судил дорослый конкурс. Я разумею, что яны еще дети не могут быть абсолютными профессионалами и выступать идеально. Але повинна быть искра в очах. Я буду глядеть на голос и харизму и хочу бачить потенциал. Гэта важно. По умовах дитячого конкурсу журы не агучвая балы. Таму интрыга вокальных спаборненства у заховывается да гала концерту. И навіта наим агучвать имены переможцов. Уладальниками третьей премии все лето стали Анушка з Грузии и Кира Гагаладзе з России. Другую премию поделили Артур з Украины и Анастасия Барбе з Молдовы. Першую премию журы просудила Анжелия Албертян з Армении. Гран-при 17-го международного дитячого музыкального конкурса «Витебск-2019» отрымала наша девчонка белорусская Ксения Галецкая. А кроме того журы уручила юным выканауцам специальные призы и премии. Это было все очень сложно. Но у каждого из вас уже есть дар. Никогда не сдавайтесь. Следуйте своему сердцу и своим мечтам. Хотелось победить, когда мы сюда ехали. Но я больше настраивалась на то, чтобы достойно представить Беларусь. Чтобы все думали, Беларусь, ничего себе, сила какая. И тут еще такой родный общий класс. Главное со всеми общаться и просто наслаждаться тем, что ты делаешь, когда ты поешь, когда ты общаешься с конкурсантами. Главное наслаждаться этим, потому что это действительно такое большое, масштабное приключение, на которое стоит съездить. Свой приз «Золотую лиру» Ксения Галецк отримала на сцене летнего амфитеатра с рук президента Республики Беларусь Александра Лукашенко подчас урочистой церемонии открытия 28-го международного фестиваля Маста стал «Славянский базар» у Витебску. Евгений Кухаронак при поддержке телерадио компании «Витебск». Православные верники означают сегодня день святых першеверховных апостолов Петра и Паула. У Гомели святочные мероприемства пройшли у свято-петропавловским соборы. На урочистостях побывали и наши корреспонденты. Они были с усим разными. По водле християнского веровучения, апостол Петр был ближайшим в ушнем Христа. После его воскресения Петр означали первую християнскую общину, за что и был после распяты на крыжи. Павел не был в ушнем Христа подчас ягодзя много життя. Боль за тоя, пылный час, и он проследовал после доуников Христа, але потом изменил свои погляды. Павел заснавал християнские церквы у Сирии, Малой Азии, Македонии, Греции, Рымской империи и написал 14 посланий, які включены у Новый заповед. Апостол Павел, як рымский грамадянин, был обезголовленный. Лишится, что Петр и Павел приняли покутницкую смерть у один день – 12 лепеня. День памяти апостолов яшедно подстава оценить уласное життя. Мы можем иметь терпение и простое такое миролюбие человеческое. И Господь тогда даст дальше силу нам трудиться. И мы непременно ощутим плоды вот этого маленького-маленького, мизерного, но не искреннего шествия, реального шествия к Христу. Гомельский Петропавловский собор был открытый в 1824 годе. Его дальнейшая история, как культового будинка, была непростой. В 1935-м собор закрыли. У 40-х годах минулого стагодзя у храме знов пошелись службы. Але протягывались яны только до Кастрышника 60-го. А мальчварц стагодзя тут находился планетарый. Потом некольких годов будинок у Воголе не выкаристовывался и разбурался. После шмат-ликих просьбов, наприконцы 89-го, уполноваженный по справах религий передаў верникам ключы от собора. Кап привезть яго у належный выгляд, люди приходили сюды что день. Выносили тонны сметя и без выплат на прималю дел у рамонтных работах. Гомельшане верыли, гэта саправды святое место, якое за усёды будзе запатрабаваным. От самого прохода до ухода вылажывали такие дорожки святоу, такими каврамы, разными-разными, и на троицу вылажывали. Очень Петро и Павло – это очень хорошая тут служба, всегда владыка приезждая. С днём Петра и Павло у народзе звязаны некалькі прыкмет. У приватности не рекомендавалася уступаць ў шлюб, займацца хатніга с падаркой, ужываць адвіную гароднену, нова гаураджаю, а так сама ходіць ў лес. Бо дякі жывёлу гэты дзень могут проставляць сурьёзную небеспеку. Хоть ў целым День памяти святых апостолов ўсё ж таки подстава для радости и гуляниў, тымболь, што на переданні завершывся Петровский пост. Сердечно всех приветствую, жители нашого города, нашей области, с праздником святых переховных апостолов Петра и Павла. И хочется пожелать, чтобы их молитвами Господь хранил нас, чтобы их молитвами в нашем сердце была любовь. Любовь божественная, которая немышная врачующая и исполняет воскудивающее. Позже Господь хранит каждого із вас молитвами святых переховных апостолов Петра и Павла. И всех, хто носит имена святых апостолов Петра и Павла, поздравляю с Днём Ангела. Мира, добра и любви вам на многое и благая лето. И в протяг темы церковных урочистостей. 21 липня у Гомеля ушанують память Казанской Божьей Мати. На 11 днём запланованное богослужение у гонор святой манефы Гомельской. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Господарки Беларуси провели другий укост рау «Амаль» на полове площа. По информации на сёняшню ранницу, аграры Гомельской в области выканали задання на 57%. Господарки усіх районов уключилися во уборку урожаю збожжевых. У целым по країні яны убраны на 55 тысячах гектаров. Намолочены первые 170 тысяч тонн збожжа при середній урожайности каля 30 центнеров з гектара. Найбольши активно работы ведутся у нашей области. У Агульно-Республиканскі Каравай уже унесено 50 тысяч тонн. Задання выканано на 7% до плану. Правда, урожайность Пакульни высокая, каля 23 центнеров з гектара. Надворья Пакульни сприяє повеличенню темпа усельгазработ. Короткочасовая дожжина, вольница и слабый туман чекаються у регіоні на выходных. У суботу, 13 липеня, будзе воблачно с проясненнями. У ночі, переважно, без западков, у день местами пройдуть короткочасовая дожжі. У особних районах макчимы на вольнице. У ночные і ранішні години местами чекаються слабый туман. Ветер прогнозується переменных напрямках у 3-8 метров за секунду при на вольницах с порывами. Температура поветра у ночі складе до 13 градусов выше за нуль. У день плюс 19-21. Отповідный характер на двор я захаваець и в неделю. Початок наступного тыдня так само не принесе змен. У прогнозе с 15 по 17 липеня опадки. Правда, стане теплее до 24 градусов. Представники мясовых уладов завтра откажуть на звонки громадян. У гэтую суботу знов пройдуть промые линии. У гомельскими облыканками з вороты буде примать керавник справа Лена Кличковская. Нумер телефона у Гомелі – 33-12-37. Промая линия працуя с 9 до 12 годин. У гэтых час на совязі буде керавник справ Гомельска Гагарвы Конкама Алексей Васюченко. Нумер телефона – 33-07-62. Пройшоу час вызначыцца з місцем в учобы. Сёння у ВНУ Беларусі пачаўся приём документаў ад абітурієнтаў. Гэтый этап уступной кампаніў будзе довжыцца па 17 ліпеня. Усяго вышэйшэя навучальныя установы плануюць прыняць амаль 55 тыс. чалавек. Чакаяцца, што на бюджэці будзуць вучыцца 26,5 тыс. студэнтаў. Сёння пад Гомелем заваршыўся міжнародны зілеот юных вратавальнікаў. Форум проходзіў ў 17 раз. Сё літаўым прымалі ўдзел працтавнікі 14 країн, сірод яких – Расія, Україна, Польша, Германия, Латвія і Армінія. У першыню нас паборніцвы прыяхала каманда з аб'яднаных Арабскіх Аміратаў. На протягу тыдня більш як 100 юнаков і дзяўчац паборнічали ў спартывных і творчых конкурсах, інтелектуальных гульнях. Насыцчанай була і пазаконкурсная программа, екскурсіў і дискотекі. Однак галон из дабыток для ўсіх ўдзельнікаў, пазітыўныя емоціў, новае знаўства і сябры. Мене будзіць не хватаць Беларусі, этой страны і этих людей. Здесь очень красиво, а люди вежливые, всегда стараются помочь. Мы обменивались опытом друг с другом и нашими идеями. Например, у нас разный климат с Беларусью, в Эмиратах очень жарко и солнечно. И мы учились друг у друга, как действуя спасателям в непривычных климатических условиях. Мне здесь очень понравилось, все очень дружны, мы говорим на разных языках, но все равно понимаем друг друга. Все как одна большая семья, и здесь огромный заряд позитива и эмоций. Мы не почувствовали конкуренции. Папыниках у СИКС-паборниства у третья меса досталось и команде Азербайджана, другое у юных воротовальников з Латвии. Перемога у наших земляков, белорусов, команды Могилевской в области. На сцене Гомельского областного драматичного театра сегодня черговая премьера. Спектакль «Рыба моей мары» поставленный по пьесе Алины Исаевой про мою маму и про меня. Избавляемся от комплекса неполноценности. Да не мучь ребенка. У нее корпус красоты. Ой, я бы так нашей девочке всем призы дала. Даже если бы она на сцену вышла и просто постояла. Такая она у нас замечательная. По сюжете головная героиня Лена шукает отказы на разные питания. Девчина отправляется туда, где прошло ее детство, как поразмовлять с матью и сябрами. Раптом она разумеет, что головная в жизни – коханье. Именно витаяно рухает человеком. Режиссер постановки Даниил Филиппович характеризует жанр нового спектакля как неостремная веселость, которая переходит у слезы и назад. Все, что в этом мире происходит, тоже из-за любви. Даже ненависть. И мы об этом будем рассуждать. Мы будем отвечать на вопрос, что главное в этой жизни, чтобы стать человеком. Чтобы поверить в себя. А самое главное – любить. И лучше, чтобы любить любимого человека, который тоже взаимно тебя любит. Я тысячу раз могу произнести слово «любить», чтобы все поверили, что это цель. Глядачу чекают те минималистичные мизансцены и дикие танцы. У спектакля не продуглежены декорации, только открытая сцена, якая не хавая ни переодевания, ни светлового обсталявания. Актеры промирают на своих персонажах розные маски. В музычном оформлении сполучаются сучасная и классическая музыка. А головную роль выполняют сразу две актрисы. Для Данила Филипповича, студента курса Михаила Лявитина, у Российском институте театрального мастерства, рыба моей мари – дипломный спектакль. Убачить премьеру можно будет и завтра. Это и так сама иншая новина. Вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Хулиганство не осталось безнаказанным для двух жителей Мозорского района. Камера автозаправочной станции запечатлела нападение на парня. Пострадавший был госпитализирован. Медики обратились к милиционерам, а те, в свою очередь, раскрыли преступление по горячим следам. Сотрудники департамента охраны выехали на место происшествия и обнаружили там двух молодых людей, которые отдыхали неподалеку от АЗС. Они сразу стали отрицать свою причастность к драке, но все расставило на свои места запись камеры видеонаблюдения. По ней стало понятно, парни лгут. Хулиганов доставили в райотдел для разбирательства. Два жителя города Мозоря 1992 и 1999 годов рождения подозреваются в том, что они, находясь в состоянии алкогольного пенения, беспричинно из хулиганских побуждений избили потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Хулиганство. Санкции статьи предусматривают наказание в виде ареста или ограничения свободы или лишения свободы на срок от одного года до шести лет. Специальное мероприятие «Правопорядок» продолжается на территории Гомельской области. За сутки сотрудники милиции раскрыли десятки преступлений, в том числе грабеж и незаконную перевозку лома черного металла. Один из фактов был зафиксирован в Калинковичах. Там владелец легкового автомобиля перемещал 3,5 центнера чермета. Ни разрешения на право занятия этим видом деятельности, ни документов на груз у мужчины не было, и лом, который в основном состоял из рельсов и болтов, пришлось изъять. А вот в Ельском районе улов сотрудников оказался крупнее. Оперативники ОБП задержали там грузовой автомобиль, который перевозил почти полтонны чермета. На 23-летнего водителя также составили протокол. Отправил в магазин за спиртным и стал жертвой грабежа. В Гомеле двое мужчин сообразили на двоих, но распитие алкогольного напитка закончилось преступлением. Правоохранителям удалось раскрыть грабеж по горячим следам. На проспекте Октября возле многоэтажки два гомельчанина распивали спиртное. Один из мужчин купил его на деньги с собутыльника, но сдачу не вернул. Сначала пили спокойно, потом завязался конфликт. После очередного стакана спиртного молодой человек все-таки попросил вернуть ему деньги. Завязалась ссора, которая закончилась тем, что собутыльник похитил барсетку с наличностью и связкой ключей. Подозреваемый был вскоре задержанным, оказался нетродоустроенный мужчина 1988 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Это вся информация на сегодня. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. Футбольный клуб «Славия Мозырь» расстался с защитником Русланом Ходоркевичем и украинским полузащитником Редваном Мемешевым. Пока черно-красные проводят кадровые изменения в составе, футбольный клуб «Гомель» готовится к матчу 15-го тура. Подопечный Алексей Меркулова отправится в гости к столичному «Торпедо». Встреча пройдет 13 июля начала поединка в 17-0-0. Напомню, игры «Мозырской слави» 15-го и 16-го тура перенесены на более поздний срок в связи с участием 11 июля «Витебска» и 18 июля «Минского Динамо» в матчах первого квалификационного раунда Лиги Европы ОЕФА. В эти выходные пройдут очередные матчи Первой Лиги чемпионата Беларуси. В 14-м туре «Гомельский локомотив» встретится с футбольным клубом «Слоним-2017». Стартовый свисток прозвучит в 17-30. Другие представители области проведут поединки в гостях. Светлогорский химик отправится к футбольному клубу «Барановичи» – «Ричицкий спутник» к НФК «Крумкачи». В гандбольном клубе «Гомель» кадровые изменения. Двухлетний контракт с гомельчанами подписал Владимир Корсак. В прошлом сезоне 22-летний вратарь защищал ворота БГК имени Мешкова. В составе «Южан» он заменит Игоря Черникова, который вместе с Виталием Кислюком перешел в российское «Динамо Виктор». Гомельчанка Ольга Силкина победила в открытых рейтинговых соревнованиях по пятиборью «Беларусь Оупен». В турнире участвовали сильнейшие спортсмены из 22 стран мира. Однако белорусски не было равных. В ее активе было 1328 очков, которые обеспечили ей первое место и золотую медаль. Серебро досталось представительнице Литвы – бронза спортсменке из Италии. Команда Гомельской области заняла первое место на спартакиаде по стрельбе из лука. В турнире участвовали спортсмены из детско-юношеских спортивных школ 2002 года рождения. В упражнении «Дуэль» первое место занял Артем Малаев, второй – Евгений Смольский. В дуэли «Микс» золото завоевали Даниил Кравченко и Алина Малаева. В Олимпийском круге у команды юношей бронза, у девушек серебро. В общекомандном зачете сборная Гомельской области стала первой. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова